Добрый вечер, доброму человеку. Здравствуйте. И вам не хворать. На какие темы поговорим с вами, добрый человек? Знаете, интересует тема обрусения. Слышали что-то про это? Обращение? Обрусение. Обрусение? Да. Вот это вот. Не, не обрусение, а обрусение. Это когда русификация проходит. А, ну, все это своим чередом, наверное, не знаю. Да нет, я просто интересовался, как такое вообще можно, как можно вообще обрусить? Что такое вот, знаете, русские вот это, россияне? В чем разница? Я не понимаю, почему русские. У вас там что, русские другое пришли? К сожалению. Врядские, может быть. К сожалению, да. К сожалению, пришли русские. Ну, вряд ли себя идентифицируют русскими, так что. Вас разве не идентифицируют себя негрой русскими? У вас есть борец вольного стиля, греко-римский парень. Он африканец, выступает за вас. У вас и Дагестан, кстати, выступали под украинским флагом. Говорили, мы украинцы, и тоже он украинец. Ну, украинцы, верно говорить, это во-первых. А во-вторых, вот просто, украинец, это понятно. Как бы, это этнос, который сформировался еще с 17 века своим названием, на самом деле, с 14-15 века, как русин. Но русских обычно интересует именно название украинец, когда же оно появилось. Я им показываю документы 17 века. Вот, это понятно. А русский что такое? Ну, я думаю, что это такое. Я считаю, что украинская нация, она тоже не может быть чистой. Почему? Потому что на земле нации нет. И вообще, во времена социальского режима, то есть империи российской, там не было вообще в слове национальность. Вы знаете об этом, нет? Ну, а что было тогда? Там были только вероисповедания. Все переписи, что проходили, указывалось только вероисповедание. Национальность не появилась никогда. Так что придумать 15-го, там, или 15-го, или 9-го века, не надо. И все князья киевские, они приходили и с Руси княжили во времена. Так а скажите, кто же такие великорусы, там, малорусы, белорусы? Это кто? Что это означало? Это, по сути дела, это есть один народ. Просто это были части этого народа, которые назывались по-разному от места их положения, где они находятся. Так а почему они различались? Почему не назвать всех великорусами, например? А зачем? Так было, наверное, если это один народ. Я объясню, почему вы не зададите этот вопрос людям, которые жили в 13-м, или 15-м, или 18-м веке. А почему вы так назывались? Нет, так в том же, понимаете, в том же смысл, что если это разные названия, значит, они классифицируют разные народы, как поляки, какие-то великорусы, какие-то украинцы, какие-то белорусы, финны и так дальше. А я к вам вопрос. Евреи и палестинцы – один народ или разный народ? Конечно, разные. Абсолютно. Потому что у них своя культура, свой язык. Вы хотя бы почитали? 96% у них одинаковая генетика. Причем здесь генетика? Вы знаете, как обозначаются вообще народы? Как они классифицируются? Если вы считаете, что это то, что в голове у человека, ну, конечно, тогда мы все... Слушайте, а можете мне тогда прокомментировать вот некоторые вещи? Значит, Василий Федорович Зуев. В 18-м веке. Это русский ученый, естествоиспытатель, путешественник, этнограф, академик Императорской академии наук в Санкт-Петербурге. Значит, путешественные записки Василия Зуева от Санкт-Петербурга до Херсона. 1781-1783 год. На странице 184 он пишет. Из русского селения въехали в другое, в первое прямо малороссийское. Страница 185 он пишет, что, впрочем, народ как наречием, одеянием, так и поступками от русских совсем отменен. Но сие, как уже известно, я здесь оставлю. То есть он пишет, что народ какой-то, то, что он называет малороссийским, он резко отличается от вот этого великороссийского. Как Вы это прокомментируете? Народ не может отличаться, если он одел какие-то одеяния. Они такие же люди остались, как и были. Они не стали другими. У них не стало четыре глаза, восемь рук. Вы сейчас поставите меня с Вами. Никто не скажет, где у Вас украинец. А где русский? Украинец. Почему? Потому что это в голове. Это какая разница? Понял. Да есть разница. Смотрите, хорошо. Это нет. Ну давайте тогда другое. Павел Иванович Сумароков. Русский чиновник или театр? Секундочку. Ну прокомментируйте. Мне интересно Ваше мнение. Не слушаю, да. Не слушаю. А почему? Вы же вам скажем. Вы дизнете нас поставите поряд двух назвами и еще таких самих взять. И будем резко отличаться даже по внешности. Потому что у вас какая-то то ли тюркская, то ли финно-угорская внешность. У меня более как раз таки южнославянская. Это как Болгария и так дальше. Так вот. Но это внешность. Эта внешность тоже не фактор. Я согласен. Давайте просто послушаем, что пишут за это раньше в Российской империи русские чиновники. Я народился в Одессе. И там люди, когда я народился, были очень разные. Там очень много евреев. И у меня есть еврейские корни. То это же разные народы, так же? Нет, вы не слышали. Это разные народы, так? Потому что там украинцы. А когда я народился там в 66-м году, там украинцев что-то не видел. А молдаване, это тоже русские? Там есть люди. И сегодня вы скажете... Секундочку. Молдаване, там молдаване, евреи. Это тоже русские? Тоже один народ? Я же вам говорю, что там люди разные, все были. И никто не сказал, что они украинцы. Так народ другой? Или это одно и то же все? Такое самое. Может быть, было и в других местах. И в других селях. Ви меня не слышите, напевно. Так вы мне только что сказали за разные народы. Что там разные народы живут абсолютно. Різные люди, да. Своей мовой, культурой, звичайями. Мовою, да? Я уже сказал, что нет. А почему поляки не русские? Это же все один народ, как бы. Нету разницы между народами. Это все люди. Ну, у меня будет два испытания. Такие, может, помятают. Это будут такие физики. Почему вы боитесь ответить на то, что поляк – это другой народ, это другая нация? Нет, не верю в это. А, то есть он тоже русский или что? Дело в том, что даже Варшава была больше двухсот лет в Российской империи. И что? А до этого где она была? Они стали от этого русскими, но там было полно русских тоже. Ну так это русский? Поляк – это русский? Я сейчас объясню. Поляк – это русский? Вы не поднимите меня. Один четкий вопрос. Поляк – это русский? Нет, поляк – это поляк, русский – это русский. А, так почему так? Потому что это разные народы. Согласны со мной? Нет, народы нет. А, нет, не разные народы. Ну, слушайте, тогда у вас проблемы с пониманием народа. как такого. Национальность, вы не понимали, что я вам хочу видеть, вы же пять раз повторяете. Что все мы люди, все мы от Адама и Евы, да? Нет, национальность это самоэдентификация. Человек сам себя определяет, кто он. А народ? Ты сам себя причитаешь к этому народу, к какому-нибудь другому народу. Нет, так я вас предстоит, что такое народ? Значит, я вам объясню, что такое народ с вашей же трактовки. Историческая социальная общность людей, определяемая совокупностью таких признаков, как общность языка и территории, близкость культуры и быта, общность исторического развития и, в некоторых случаях, принадлежность к одному государству. Употребляется в научной литературе в двух основных значениях, в политическом и культурно-этническом. Взятое в первом значении слово является синонимом понятия нация, взятое во втором значении синонимом понятие этнос. Следует отличать понятие населения по мнению специалистов. Ну, понятно. То есть, это, когда я вам считаю, сума около... Я вам скажу тоже что-то. Я читал это не единожды. Мне даже было удивительно, почему. Это объяснение неполное. Когда я был маленьким ребенком, мне уже 58 лет почти, да, я помню прекрасно, что все ходили в Москве, в Одессе и в других городах, куда я приезжал, там мальчишка занимался спортом, в джинсах. Это было круто. Какая национальная там шаровары, какие там вышиванки. Никто их в глаза не видел, когда я был ребенком. О чем это говорит? Тот этнос, который был, этнос, которого мы не видели разницы. Я не видел разницы украинца какого-то, когда он говорит, украинец или не украинец. Не было понятно. В деревнях никто не ходил в вышиванках. Никто не ходил в шоу. Я скажу, в том. Слушайте, ну вы хоть комедию это не рассказывайте. Мне уже смешно просто, если честно. Ходили всегда в вышиванках, не перебивайте, пожалуйста, когда я говорю, ходили в вышиванках, как в 18-17 веке, так и в 19-20 и 21-м сейчас ходят. И вот я хотел вам прочитать Сумарокова, русского чиновника-литератора рода Сумароковых. Значит, он пишет досуги крымского судя или второе путешествие в тавриду Павла Сумарокова в 1883 год. Ну что означает в селе Липцах последний к Харькову станции сия крутая перемена во всем, что только взору не представляется. Вот белеются униженные мазанки, вот поселяние с обритыми головами разъезжают на волах и вот открытые шинки винной продажи. В опрятной и веселинкой хате нахожу я иные лица, иные обыкновения, иное в хозяева ходеяние, иное устройство и слышу иной язык. Нет, неужели тут положен предел империи? Не в другую ли въезжаю я царство? Нет, империя все продолжается, а отсюда начинается край, называемый Малороссий. Вот видите, как интересно. То есть Украина. Ну что, сподобалось відео? Тоді не забывай подписаться на мій YouTube, Telegram, Instagram, а також за можливості підтримати мене на Patreon чи за реквизитами, що знаходиться в описі під відео. Дякую.